Всем привет! Добро пожаловать в новый уютный влог! Начнем мы с вами с собиралки, так как давно не было такого видео на канале, я сейчас по-быстрому приведу себя в порядок. Для начала наношу увлажняющий сияющий тон от Shiseido, он дает тоненькое покрытие, но при этом хорошо выравнивает общий тон кожи, супер комфортный и он на мне хорошо держится. Обожаю его именно в холодное время года и растушевываю все при помощи спонжа. Под глаза я буду использовать консилер от бренда Pupa Wonder Cover, я выбрала себе слегка персиковый оттенок, в номере 2 есть посветлее. И я смело наношу его под глаза, потому что он дает хорошее покрытие, но при этом не сушит. Растушевываю при помощи спонжа, он хорошо держится в течение дня и также захожу на века, он мне еще и послушает базой под тени. Ну и главная моя задача это скрыть следы усталости. Чтобы скрыть рельеф и также при пухлости под глазами, я фиксирую все это дело пудрой от Too Faced, она прозрачная, матирующая, но не пересушивает область под глазами и чуть добавляю на лоб, чтобы он сильно не блестел. Во время макияжа всегда наношу какой-то бальзам на губы, чтобы увлажнить их. В этой помаде я расскажу чуточку позже, вот так подкрасила и сразу веселее. На периферию лица я использую более плотную пудру, это запеченная пудра от бренда Pupa, ее можно использовать даже без тонального крема, она хорошо выравнивает оттенок кожи, делает лицо и матовым и сияющим. Не знаю как это возможно, но Pupa с этим справляется, это вообще и хит, много раз ее рекомендовала. Прокрашиваю брови, сначала вот изгиб брови я прорисовываю более темным оттенком. Это карандаш тоже Pupa в самом светлом цвете, верхнюю границу я практически не трогаю, так это смотрится более естественно. И еще мне сейчас нравятся более прямые брови, когда я рисовала их округлыми, то как будто все лицо съезжало вниз, так что сейчас выстраиваю чуть другую форму. Время накрасить ресницы, я использую тушь от бренда Pupa под названием Sexy Lashes, хорошо прокрашиваю, обильно для того, чтобы приоткрыть глаза. И она дает максимально черный цвет и очень сильный объем ресничкам. Здесь пришел мой помощник и начал мне организовывать фон. Ему не важно чем заниматься, главное рядом с мамой. Он может готовить, он может убираться, он поедет со мной за продуктами. И когда я крашусь, он часто приходит и начинает складывать все мои любимые баночки. Так как я совершенно не выспалась ночью, мне просто необходимо немного подчеркнуть глаза. Я использую тени от Pupa, у них вообще вот эта серия тени очень классная. У меня в этот раз палетка Back to Nude. Сначала я нанесла самый светлый сатиновый оттенок и матовым прорисовываю складку века. Он слегка теплый и я, видите, так вывожу форму, приподнимая века, для того, чтобы опять же открыть глаза, когда ты на самом деле еще спишь. И потом я беру оттенок потемнее и уже затемняю линию роста ресниц и слегка опять же вытягиваю кверху. Это сделает глаза выразительнее. Немного скульптора бронзера, идеальный оттенок для светленьких и для тех, кто ищет средства два в одном, чтобы скорректировать форму лица и также придать ей более свеже отдохнувший вид. И опять же кисточку я направляю кверху, чтобы придать лицу лифтинг. Безгранично люблю всевозможные сияющие румяна. Набираю персиковый оттенок, это тоже Пупа, напишу вам номерок в инфобоксе и на экране. И сначала я снимаю на руку, потому что он довольно насыщенный и потом чуть-чуть на щеки и сразу такой фреш появляется. Класс! И в конце накрашу губы и покажу вам новинки, это помады Пупа Starlight. У них полупрозрачный цвет и в них есть микро-жемчужники, которые дают буквально звездное сияние губам. Помада мягко тает на губах, подчеркивает за счет такого мерцающего эффекта. И первый оттенок коралловый освежающий в номере 705. Помада такая бальзамообразная, она тает на губах и так красиво переливается, сверкает. И второй оттенок, который я нанесу, это 700, он нюдовый, он очень красиво будет смотреться со всевозможными smokey eyes. Только посмотрите, это уже на старте выглядит так, что не хочется менять цвет. И эти помады сейчас постоянно у меня в сумочках, я наношу их к любому макияжу на самом деле. И все-таки покажу вам еще один цвет, который у меня есть, это номерок 701. Он персиковый с таким розовым переливом, я люблю ее сочетать с карандашом, тоже от бренда Pupa, который я многократно вам показывала. Номер 022, у него очень интересный, уникальный оттенок, коралловый, он кстати не полностью матовый, а как бы сатиновый. И когда хочется сделать губы поярче, но не хочется использовать красную помаду, я наношу его даже под нюдовые цвета. И вот сейчас я использую номерок 701, Pupa Starlight, вот такими похлопывающими движениями. Но такое сочетание, это просто сразу праздник, это настроение. И пожалуй сегодня так и оставлю. И на этом я готова, а мы с вами продолжаем этот влог. Этот влог должен был начинаться совершенно по-другому, но произошло то, что произошло. Я уже как-то успокоилась, конечно обидно, потому что я потратила очень много времени, энергии и вообще сама даже подготовка к видео занимает больше времени, чем съемка. В общем у меня два блогерских кошмара. Первый это, я не знаю куда подевалась вот эта микро карта памяти, которая вставляется в такую карточку памяти, где был весь материал. Собирал как к Новому году часть влога, который вы сейчас смотрите. И я искала, искала, я проверила каждый угол, но так как конец года у нас супер активный. Вчера мы еще ездили в Варшаву, я брала с собой компьютер, весь материал, который был на вот таких карточках памяти. И возможно где-то это выпало. Для меня это будет уроком, что вот такие карты памяти не стоит покупать, куда вставляется микро. Буду брать такие цельные. И я решила, что ладно, значит в следующем году я сниму что-то более красивое, что-то более интересное. И да, в этом году будет только мой повседневный макияж, который сейчас вы видите на мне. Это тот вариант, когда мне хочется выглядеть свежее, когда мне хочется быть чуточку ярче. И когда я чувствую себя супер уверенно. Я просто балдею от помады, которая сейчас у меня на губах. Все три оттенка очень-очень красивые и как россыпь бриллиантов с блеском еще и хорошо ухаживают за губами. Это пупа Miss Starlight. Я заброшу ее в сумочку и буду добавлять в течение дня, когда этого захочется. Хотя они довольно долго остаются на губах. Тем более сейчас я накрасила поверх карандаша. Вообще мне нравится сейчас блеск. Я все реже и реже выбираю какие-то матовые стойкие текстуры. Наоборот, в этом году я перешла на нечто такое. Даже губы смотрятся какими-то более ухоженными, более объемными. И можно использовать как с карандашом, так и без. Что еще? У нас до сих пор нет елки. Мы ее заказали. Она скоро должна приехать. Томак всегда заказывает с доставкой, потому что в машину она просто-напросто не помещается. И также мы ждем нашу гирлянду. Пока что у меня есть маленькая елочка. Мне Томак ее купил, привез. Я поставила ее в своей комнате и тоже не успела украсить. И вообще я так подумала, что очень красиво смотрятся елки просто с огоньками, без украшений. Я думаю, может ее так и оставить. Ну, как-то зелень, вот вообще аромат хвои уже меня настолько радует, что я даже не спешу ее украшать. А нашу елку семейную мы планируем наряжать все вместе. Как всегда по традиции с братом Томака, с двоюродной сестричкой, также будет девушка брата. И папа Томака не приедет, потому что у него другие планы. А Томак не принимает в этом участие. В основном он убирается. Это так смешно, пересматриваешь влоги с прошлых лет. И всегда все там бегают, наряжают, что-то украшают. Дети настолько заняты. А Томак с пылесосом. И интересно, как будет в этом году. Потому что это, знаете, такие непостановочные кадры. Это то, как на самом деле это все в жизни происходит. То есть я очень часто даже что-то готовлю. А Томак потом убирается. Я декорирую дом. А Томак все вылизывает, убирается. Он у нас фанат уборки. Ему это в удовольствие. Поэтому каждый занимается тем, что ему по душе. И прежде чем мы сегодня поедем к нашей подруге, я хочу с примеркой показать вам несколько вещей. Они сейчас уже есть на распродаже. Но я покупала их на черную пятницу. То, что сейчас там нет. Это один из двух укороченных свитерков. Оба из Mango. Они, к сожалению, не теплые. Акриловые полностью. Но он такой полунарядный. Симпатичный. Я специально купила себе укороченные модели. Для того, чтобы носить их с завышенной талией. С брюками, с юбками. И также у меня есть гладкие водолазки. Они здорово смотрятся с такими брюками. Но мне хотелось именно свитера. А те, которые у меня есть, они слишком большие. И по длине тоже не туда и не сюда. Я пыталась их заправлять. Но это смотрится не очень красиво. Поэтому взяла вот таких два. И тогда на них была скидка 50%. На черную пятницу. Сейчас только 30% на сайте. Но я думаю, что если подождать, то ближе, наверное, к Новому году они будут еще дешевле. Шубка. Шубку я купила и все думала, оставлять или нет. Вообще, в такой шубке довольно сложно казаться миниатюрной. У меня размер XS. И если вы повыше, чем я, то учитывайте, что рукав здесь далеко не длинный. Даже мне прямо впритык. Мне она обошлась по супервыгодной цене. И мне нравится качество. Это молочный цвет. Такой даже светло-светло-бежевый, можно сказать. И она такая прям вообще бархатистая. Очень приятная и теплая. Вчера был сумасшедший ветер. Мы были на улице. Пока дошли до нужного места, я не замерзла. А то, мне кажется, катал зубами. Брюки тоже из манго. Они мнутся. Я вот сейчас сидела и снимала. Поэтому чуть-чуть проймялись. Но вообще, мне нравится, как они смотрятся. И они у меня тоже в размере XS. Здесь вот завышенная талия. Но, опять же, если вы высокая девушка, то имейте в виду, что они не длинные. Мне нравится, как это все выглядит вместе. Такой современный, удобный кэжуал. Шубка не приталенная на прямого кроя. И она еще и свободная. То есть, видите, что сюда еще много чего может поместиться, если вы хотите утеплиться. За полную цену я, наверное, ее бы не взяла. И в жизни она, между прочим, красивее, чем сейчас в камере. А вот на скидках самое то. Второй свитер вот такой. Тоже не теплый. Я надеюсь, что не будет кататься. Опять же, его стандартная цена. Какая-то сумасшедшая. Это красивое сочетание коричневого, бежевого и нежно-голубого. И вот его я уже немножечко заправляю брюки. Вот так это вместе ношу. Тоже шубка поверх. Плоский ход и шапка. Мы с моей подругой очень любим готовить обе. И чтобы не нагружать друг друга, мы собираемся и делаем все вместе. Поэтому я хожу в гости с продуктами. И она точно так же к нам. Если чего-то не хватает. Тома как раз был в магазине. Купил курицу, салат. Еще там две упаковки картошки. Поехали. Так, тут уже девочки все подготовили. У моей подруги есть дочка. И они вместе очень много всего делают. Ёлочка. Так как я люблю все игрушки разные. Если присмотреться, то прям видно, что это их ёлка. Помимо этого у Моники еще был ремонт. Она покрасила вот в такой яркий цвет одну стену. Поменяла мебель. И мне очень-очень нравится вот этот комод. У нас вообще... Ну, здесь в Польше в смысле. Я говорю у нас, потому что я давно здесь живу. Очень многие украшают дома как внутри, так и снаружи. То, на что нас не хватило, но я вижу, что девчонки постарались, это домик из пряников. Моника говорит, один раз в жизни это можно сделать. Я думаю, что мы в следующем году тоже созреем. Но не обещаю. Мы с детишками здесь. Здесь, и как здорово, тоже мандарины есть. Прямо праздничное настроение. И даже подарочки подготовлены не то, что я. Смотрите, кто с нами. Да, мне жалко было оставить Мими дома одну, поэтому она приехала с нами. У нас с подружками сходятся интересы. И вот какой роскошный подарок мы получили. Венок, между прочим, обалденный, потому что он такой пушистый. Я не встречала таких в продаже. Мне всегда очень нравятся вот эти засушенные апельсины. И веночек делала девочка сама. Так, я могу спать спокойно. Это только макеты подарков, чтобы было красиво. Поэтому я не одна, кто в последний момент все заказывает. Моника вообще фанат готовки. И у нее есть такой прибор, который называется Ракле. Если я правильно произношу. Здесь можно жарить, в принципе, все, что угодно. Это прямо как горячая мини-плита. И мы сейчас тоже будем жарить сыр. А это курица для детей. Смотрите, какой кайф. Расплавленный сыр. Моника, отцу ты за сыр? Ракле? А, понятно. Какой-то специальный для этого. Который быстро плавится. Аюш, можно головы кладать? Так, так, значит, мяшка. О! И теперь выкладываем поверх картошечки. У нас тут уже творческий процесс полным ходом. Оказалось, что у Насти тоже много всякого добра. Поэтому сегодня можем дать нашей фантазии разгуляться. У нас достаточно веночков, чтобы, ну, не всем, наверное, воспользоваться. Но большая часть нам все-таки пригодится. Игнат, ты начинаешь с примерки? Да. Подходит тебе? Посмотри на меня. Или вот так? Квест. Найди то, что тебе надо. Подождите. Захар, иди сюда. Бабушке Данусе будем делать. Захар, иди сюда. У Игната настоящая сорти получилась. Ребенок использовал максимум декора. Все, что может понравиться каждому. Каждый что-то найдет для себя. У Захарчика вот такой подсвечник будет. Еще свечи нужно найти и вставить. Свой еще доделываю. Я хочу его притрусить искусственным снегом. Так, а у Насти что-то, по-моему, натурально-коричнево-белое. Я правильно тебя понимаю? Да, еще не так, конечно, не правда. Да, я вижу, что ты в процессе. Да, Настя, мы с тобой, конечно, психанули, я тебе хочу сказать. Можем в следующем году устраивать это. Мощенек лазер. Мне кажется, я готова клеить. А потом его что, уже готовым посыпать или как? Смотря на то, что ты хочешь. Если ты хочешь, чтобы были только снег на вейт, то надо разобрать. Как надо разобрать? Ну, обратно. Сфоткать ее, а потом разобрать. Если нет, то... Ты че, шуточься? Нет, оно же будет попадать на вот это все. А он потом не будет сваливаться, если я сначала попшика, и потом буду... Будет, но останется тоже. Останется тоже. Но мы просто когда с Юлей делали, то мы потом уже брызгали его. Я вот думаю, просто хотела бы снежинку такого, но, наверное, мне придется изменить свою стратегию. Дети проверяли на вкус снежинку, судя по всему. Она такая легкая, хрустящая. Откусили пенопласт. Я еду за свечкой еще одной, потому что только три у нас. А Захар сказал, что должно быть четыре по правилам. Ну, я как бы знала, но я думала, что это не будет адвент, веночек, но типа подсвечник. Но Захар захотел так, поэтому я быстро лечу в Пепку и оставляю на хозяйстве вот команду. Больше трех часов работы, и мы закончили. Мне очень нравится результат. Это самые красивые веночки, которые я когда-либо делала в своей жизни. Сама я бы не справилась, поэтому спасибо моей Настюше, что помогают мне во всем. Ну, у нас, я надеюсь, теперь будет такая общая традиция, когда мы каждый год будем делать веночки. И вот мой грибочек. Да? Садись, Игнашка. О, это была шутка. Мы еще побрызгали несколько веночков искусственным снегом. Я хотела, чтобы наш на двери был именно заснеженным, потому что у нас там такие белые элементы. Я думаю, что он идеально туда впишется. Игнат уже начал разбирать. Субтитры сделал DimaTorzok Вчера Томак сделал нам сюрприз. Мы приехали домой, а здесь такая роскошная, пушистая елка. Сейчас отсвечивает и не видно всей красоты. Но поверьте мне, что дома такой аромат. Мы еще, конечно, зажгли свечу, потому что сейчас елки не пахнут так сильно или вообще не пахнут. Но в любом случае радости нет предела. И Игнат придумал, что у него теперь будет там база за елкой. И он все утро сидит под елочкой. Вчера сонного занесли с машины. И он говорит, мама, я буду спать под елкой. Потом, мама, ну можно я буду спать на первом этаже? Но Игнаша любитель поспать, а все просыпаются пораньше. Я хотела, чтобы он выспался. Вот, собственно, ребенок набрался сил. И теперь сидит все утро под елкой. Даже завтракать не хочет. Поприносил подсвечники себе. И что-то там уже соорудил. И Мика, тут как тут? Куда же без меня, скажи? У нас это семейное, как видите. Мальчики были с папой на прогулке. С Микой ходили. И Игнат насобирал мне вот такую композицию. Розы были дома, но он принес мне веточку еще с листьями осенними. И хвою где-то нашел, и папоротник. И вот еще что-то такое красное. Даже замерзшее все было. И сейчас оттаяло. И в капельках воды. И мне кажется, с розами это так необычно, красиво смотрится. Сейчас садимся обедать. И потом будем украшать елку. Недавно купила клюкву. И решила сегодня сделать из нее такой зимний напиток. Можете взять даже апельсины, яблоки. Еще черный чай. Вот его мы зальем кипятком. Также у меня здесь есть малиновый сироп. Его можно заменить на мед или на кленовый сироп. Игнаша, ну не может дождаться. Игнашка, а покажись, как вы этой красивой. Ребенок со мной нарядился. Игнаш, ну пожалуйста. Вы сейчас так увидите. Вот кто подготовился круче всех. Игнаш, ну ничего не случится. Игнаш, ну ничего не случится. Игнаш. 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 Айой, айой. Воу, но бом бомбка. Хангар. Эраецкая. Брар subscriber. Вот такая у нас в этом году красивенная елочка, сейчас еще попытаюсь подвинуть звезду, а то она настолько пышная, что ее совсем закрыла, я сейчас вот заметила, что елка чуть-чуть кривоватая, но пусть так и стоит, это даже придает ей какую-то изюминку, и так даже выглядит более натурально, мы ее украсили очень быстро в этом году, и еще к рождественскому венку я добавила подсвечник, помните, который я покупала в прошлом году, мне до сих пор очень нравится идея, когда лежит веночек, и вставить можно даже не обязательно на ножки, а такую стеклянную вазу, и в нее поставить большую свечу, очень симпатично это выглядит, а елочка у нас как всегда с разнообразными игрушками, мы по традиции разбили несколько, наверное, это во всех семьях так, что пока украшаешь, несколько доразобьется, и всегда самые красивые, ну в следующем году зато будет повод обновить наш игрушечный ряд, но я вижу, что детям очень нравится, и вот не зря я изначально покупала все разные игрушки, видела, что мальчики специально повесили вот эти пряники пониже, чтобы Мика достала, посмотрим, не перевернет ли она елку у нас. Вот и готовы практически все рождественские декорации, осталось только привезти гирлянду, которую мы всегда вешаем на лестнице, и замонтировать ее, также чуть-чуть украсить. В принципе, их не так много продается, и каждый раз, когда я приезжаю на рынок или в цветочный магазин к 9 часам утра, то уже все разметают, поэтому мы попросили сделать нам под заказ. Наверное, если сильно заморочиться и купить специальные приспособления, то можно было бы и самой сделать, но, честно говоря, не хватает времени катастрофически, и также сил. Так что завтра поедем, заберем гирлянду, и будем уже все оружие. Вы себе не представляете, с каким размахом здесь празднуют Рождество. Это самый грандиозный, самый такой важный праздник в году здесь, и даже моя мама и тетя были в прошлом году на Рождество у нас, и они говорят, у нас такого ажиотажа на Рождество нет. Здесь и подарки вручают на Рождество, и готовят шикарный стол в канун Рождества, и в первый день Рождества. Некоторых хватает даже на второй день Рождества, но так как 29 декабря у Томака еще день рождения, и мы, скорее всего, будем праздновать в очень узком семейном кругу, поэтому у меня на второй день уже так с натяжкой хватает. Я уже продумала то, что буду готовить в канун Рождества. В основном это те же самые блюда, традиционные, постные, что были у мамы Томака всегда. Это то, что едят, и мы всегда как-то не изощряемся, не стараемся наставить максимум всего на стол, потому что это не съедается в конечном итоге. Ну и у нас нет прям особых любителей и ценителей постных блюд. Наоборот, как-то все предпочитают что-то мясное, поэтому мы приготовим то, что обычно. И здесь вот в каждой семье будут свои любимые блюда, свои какие-то традиции, и все немножечко по-другому отмечают, скажем так, этот праздник. И на второй день Рождества я, скорее всего, буду готовить гуляш на темном пиве, если я найду нужное мне мясо. И хотела бы также сделать паштет в тесте. И я составила список продуктов того, что хотелось бы приобрести заранее, так как у нас в воскресенье вечер, и сейчас будет гораздо меньше людей. Наверное, я сейчас прям отправлюсь в магазин и куплю то, что может лежать, а то, что посвежее, мы приобретем уже через несколько дней перед своим праздником. Не забывайте поставить пальчик вверх, мне всегда очень приятна ваша обратная связь. Спасибо, что вы были сегодня с нами, что вы разделили такие теплые семейные моменты. И с наступающими вас праздниками. Пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро.